кафедра хирургических дисциплин сегодняшняя тема ахолотия кардии ахолотия кардии нервное мышечное заболевание пищевода заключающиеся в стойком нарушения рефлекса раскрытия кардии при глотании и появлении дискометии грудного отдела пищевода патогенез связан с врожденным или приобретенным поражением интрамурального нервного сплетения пищевода со снижением числа гамелеонарных клеток преобладает преобладающий возраст от 20 до 60 лет классификация при первом типе тонус стенок и форма пищевода сохранены при втором типе тонус стенок пищевода потерян он искривлен и значительно расширен план обследования с первое то у нас рентгенологическое исследование пищевода фиброгастродотеноскопия пищеводная монометрия эгэгэ все вот эти методы исследования позволяют установить наличие холосеи кардии по клинической картине первое у нас идет дисфагия встречается у 95 100 процентов случаев возникает среди полного здоровья или развивается постепенно усиливается после нервного возбуждения быстрого приема пищи особенно не прожеванный сопровождается ощущением остановки пищи в пищеводе и провалом желудок второй симптом срыгивания или можно скорее гургитация гургитация пищевого комка появляется в 60 и 90 процентов случаев и на более ранних этапах развития заболевания гургитация носит активный характер то есть возникает самостоятельно во время или сразу после приема пищи боли в области нижней средней трети грудины связано со спазмом мускулатура пищевода возникают при переполнении пищевода исчезает после регургитации при длительно существующей и прогрессирующей заболевании появление значительного расширения пищевода регургитация пищевого комка может возникать самостоятельно чаще в горизонтальном положении в этих случаях она зачастую сопровождается аспирацией кашлем возникающую в горизонтальном положении особенно после приема пищи и развития аспирационной пневмонии следующий клиническая картина то у нас похудание потеря массы тела составляет от 10 до 20 килограммов и кота при охолозии карте развивается азофагия повышается риск возникновения плоскоклеточного рака пищевода а в ряде случаев повторных аспирационной пневмонии при анамнезе вот сами смотрите возникновение именно дисфагии усиливается более усиливается при глотании при потреблении холодных и газированных напитков больные с охолозии кардией приспосабливаются именно используют приемы для облегчения глотания например прием пищи стоя или прием жидкой пищи боли именно связаны с приемом пищи с физическим напряжением и в ряде случаев возникает 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 регуль китайца то есть с охолозии пищи пища не носит кислого вкуса поскольку вот пища находилась в пищеводе больные просыпаются среди ночи от кашля связанного с регуль китацией при охолозии кардией быстро наступает похудание и у пациентов часто встречающаяся клиническая картина это и кота и отрыжка воздуха физикальное обследование при физикальном обследовании сначала смотрим на то что пациент потерял много массы тела обнаружили средорозного дыхания вследствие наличия верхних дыхательных путях инородного тела пищеводного происхождения выявление признаков аспирационной пневмонии исследование лимфатических узлов для обнаружения метастазов тщательная пальпация печени для обнаружения метастазов теперь про лабораторное обследование общий анализ крови с определением ретикулоцитов каглограмма креатинин альбумин в савориткой крови и общий анализ мочи по классификации по петровскому различают четыре стадии при первой стадии никакой видимой патологии нет расширение не наблюдается при втором при второй стадии стабильный спазм карди с нерезким расширением пищевода при третьей стадии рубцовое изменение мышечных слоев карди с выраженным расширением пищевода четвертая стадия резко выраженный стеноз кардии стилитации пищевода часто и сообразной формы и эзофагита инструментальные исследования при рентгенологических исследованиях признаки охладии кардии появляются расширенный просвет пищевода отсутствие газового пузыря то есть пространство травмы замедленное освобождение пищевода от контрастного вещества сужение терминального отдела пищевода на рентгенограмме вы увидите план пламя свечи отсутствие нормальных перистальтических сокращений пищеводной стенки при исследовании необходимо убедиться в отсутствии грыжи пищеводного отверстия диафрагмы так вот здесь указан снимок с контрастным веществом и мы видим рубцовое сужение пищевода к рентгенологическим симптомам относятся первое относительно равномерное расширение тени пищевода на всем его протяжении консоветное или воронкообразное сужение абдоминального и на те фрагмальных сегментах пищевода наличие в пищеводе на тощах жидкостей слизи остатков пищи длительная задержка раскрытия кардии нарушение сократительной функции пищевода и отсутствие или резкое уменьшение размеров газового пузыря желудка эндоскопические признаки ахолазии расширенный просвет пищевода наличие в пищеводе пищевых масс сужением кардиального отверстия пищевода и его минимальные открытия при нагнетании воздуха отсутствие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы и пищевода парыта пищеводная монометрия отсутствие прогрессирующего нарастания давления в пищеводе в соответствии с перистальтическими сокращениями пищевода Отсутствие или неполная релаксация нижнего пищеводного сфинктера в момент глотания Повышенное давление в области нижнего пищеводного сфинктера Повышенное внутрепищеводное давление в промежутках между глотательными движениями Наиболее частым осложнением эхолазии пищевода является эзофагит Который проявляется огрубением рельефа слизистой оболочки Скоплением в пищеводе большого количества слизи И жидкости Повышение внутрепищеводного давления при ахолазии способствует образованию дивертикулов Стенки пищевода чаще всего эпифренальных Системное проявление данного заболевания характеризуется поражением Сердечно-сосудистой системы, мочеподелительной системы, дыхательной, нервной, эндокринных систем